Hi guys, давненько я не записывал видиков и вот наконец решился. Дека, о которой сегодня пойдет речь, это FLQSDH, о котором я, кстати, уже не раз залез в топ-10, так что дека мощная, имеет у меня выше 70% финрейт, так что вот, всем рекомендую. Ну, дека я приметил уже давно, ее создателем является Virtuos, за что ему большой респект, реально крутой декбилдер, крутой парень, чисто бесплатный пиар Virtuosa, хех. Вот, но, видик, я хотел по ней записывать до мини-сета, но решил вот дождаться новой карты, ненасытной жадности, потому что был уверен, что отлично ляжет в эту деку. Вот, поговорим немножко о вин-кондишенах. Первый вин-кондишен это Мактеридон. Мактеридоны мы юзаем чаще всего в связке с Талантливым Чердеем и Воплем Скверны. Это, по сути, хил на 9, плюс клир всего борта, плюс туши 12-12, да. То есть, пытаемся удешевить с первого, с второго квеста именно эти карты. То есть, если нам топдекнулся там Мактеридон на второй, третий ход, мы должны постараться Крофизносу сделать квест на 1, чтобы его поставить как можно раньше, да. Ну, вообще Мактеридоны не обязательно юзать в связке именно с Талантливым Чердеем. Иногда нам не приходит Талантливый Чердей, иногда нам не приходит Вопль, что-то из этого, да. Поэтому Мактеридона можно юзать, в принципе, и с Обжигающим Жаром, и с Воплем, либо с Чердеем и Обжигающим Жаром, либо с Торговкой и Воплем. Но, говорю, если есть возможность у нас поставить Мактеридона, мы чаще всего его ставим. Потому что, если Мактеридон сходит 1-2 раза в лицо, все, как правило, нам хватит уже урона дожать, чисто с Гневов, чисто с Ударов Хаоса и Обстрелов Скверны, соперника нашего. Вот. Второй Wing Edition это Джейс. Джейс, опять же, накастовывает все наши Сплы Скверны, то есть это Гнев, это Обстрелочи, это Обжигающие Жары, это Удары Хаоса. И, как правило, он... А, ну и еще Вопли. И, как правило, чаще всего он клирит фулборд, дает нам кучу дэмэджа под альтрохийскими клинками, это еще и куча хила. Поэтому, вот, нормальный пацан такой. И следующий Wing Condition, по сути, это Glide. Glide у нас помогает нам выиграть, в принципе, почти все комбо матчапы, потому что, опять же, мы очень сильно замедляем деки, мы, по сути, сжигаем добор нашим соперникам, то есть, если Рога там заюзывала два Шрауда, или заюзывала Шулерс в Шрауд, и у нее на третий ход там 9 карт в руке, мы чисто с монеты можем заюзать Glide и, грубо говоря, спалить ей весь ее добор, который она только что сделала, да. И очень сильно замедлить деку. Поэтому Glide, в принципе, вот, говорю, против комбо матчапов, это тоже Wing Condition, но, говорю, его надо юзать грамотно и не всегда. То есть, даже если там у соперника 5-6 карт, да, и у нас есть возможность заглайдить, не всегда это надо делать. Можно, в принципе, на разок сделать квест с ненасытной жадностью. Ну, вообще, говорю, по ситуации надо смотреть, но иногда так можно делать, потому что, говорю, Glide нам, по сути, заход дрова и 4 карты, одна нам топдекается в начале, и с Glide мы добираем 5 карт в общей сложности, да, на своем ходу. Поэтому первую часть квеста можно, в принципе, постараться сделать именно с любого другого добора, потому что Glide, ну, это очень много добора, слишком много добора для первой части квеста. Вот. Так, поговорим дальше о мулигане. Карты, которые мы 100% хотим видеть во всех матчапах, это Illidary Vedenia. Illidary Vedenia мы хотим видеть, потому что можешь накопать нам Removal, можешь накопать нам Гонца, можешь накопать нам Сиджу и помочь сделать квест. Говорю, ну, то есть многофункциональная карта, никогда она не будет лишней ни на первый, ни на второй, ни на третий, ни на четвертый ход. Вот. Вторая карта, которую мы хотим всегда видеть, это печать стремительности. Опять же, супер жесткий добор, который, ну, дает нам доп-карту на следующем ходу, плюс ее удешевляет. Говорю, если у нас есть монета, мы можем, в принципе, говорю, нажать квест монету печать и на следующий ход, там, если есть у нас Сиджа в ауткасте, либо две трейдабл карты, то на второй ход мы делаем квест за один. Вообще изи. Но, говорю, делаем такой плей, только если у нас есть две трейдабл карты, либо Сиджа в ауткасте. Опять же. То есть 100% сетапим, да. В других случаях лучше похолодить Сиджу на второй ход. Поэтому, да, я. Третья карта, которую мы 100% всех матчапов хотим видеть в руке, это Сиджа. Сиджа нам дает две карты за две маны. Опять же, лютый добор. Опять же, с печатью можем сделать квест. Опять же, удешевить здорово свою руку, чтобы было легче отбиваться от игры, либо легче протапливать лицо. В общем, да, Сиджа отличная карта, оставляем ее всегда. И, конечно же, конечно же, идут у нас далее карты, которые мы 100% хотим видеть в руке вначале. Это гильдейская торговка и ненасытная жадность. Казалось бы, дорогие карты, но объясню прикол. Эти карты нас интересуют не как как бы 4 маны 3-4 плюс 2 к СПД или за 5 ман добор 3-х карт. Эти карты нас интересуют именно как трейдабл, чтобы сделать квест. Опять же, как можно раньше. Да. То есть, за одну ману добор одной карты. Опять же, в комбе Сиджой дает квест на 1 сделать. И в комбе Солидарь и Ведем и Сиджой с него. В общем, отличные карты. Всегда оставляем. Акробатику мы никогда не кипаем. Акробатика слишком тяжелый добор. За 3 маны это слишком дорого. С акробатикой мы можем сделать квест на 1 только на 3-й ход и с монетой, тем более. Поэтому акробатика нам особо не нужна в начале. Вот. Но акробатику разве что можно оставить против медленного матчапа. И если у нас в руке еще лежит печать, потому что, говорю, мы на 2-й ход надеваем печать, на 3-й ход можем заюзывать акробатику. В таком случае, да. В таком случае можно оставить акробатику. Но не более. Если не хотим рисковать, опять же. Вот. И-и-и-и-и-и все. Это вот все эти карты, которые я перечислил, мы хотим видеть всегда в стартовой руке. В 100% случаев. В 100% матчапах. Вот. Далее карты идут, которые мы хотим видеть против конкретных матчапов. Это обжигающий жар. Обжигающий жар мы хотим видеть против агродруида, против фейсханта, против элем шамана. Потому что жестко помогают зачистить, опять же, их столы. Обстрелоч. То же самое, в принципе, что и обжигающий жар. Мы хотим видеть его против агры. Помогают липкие существа зачистить существа с баблом. Отличная карта. В принципе, ремовл. Супер найс. Вот. Далее мы хотим видеть против агры. По-моему, против агры ничего больше не хотим видеть. Да, да. В принципе, вот 2 карты мы хотим видеть против агры. Ну, и иногда, вообще, в принципе, вот если против нас попался хантер, да, против хантера я могу оставить, в принципе, талантливый чердея, плюс вопль скверная. Это отлично ремовл на 3-й ход. Помогает зачистить стол. Вот. И, 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 и карты еще вот глайд. По сути, это карта, которую мы хотим видеть против комбо матчапов. То есть, если видим варлока, глайд это 100% кип. Если видим паладина, это 100% кип. Потому что, опять же, хантера паладин на 3-й ход может люто забафать свою руку. А мы тупо ему всю его забафанную руку можем замешать. И чуваку будет немножко грустненько. Вот. Ну и чуть-чуть о новой карте поговорю. Новая карта, отлично, говорю, легла в фэлквест ДХ. Тупо, тупо в соло может, говорю, сделать первую часть квеста. Если она пришла после глайда, опять же, практически в соло делает вторую часть квеста. Практически в соло делает третью часть квеста. Вообще, отличная карта. Мне очень нравится она. Но, вообще, говорю, guys, это флексибл слот. В принципе, может быть, ее надо таскать и в одной штуке. Но, говорю, поиграл я не так много. У меня 20 игр всего лишь, по-моему, на фэлквест ДХ вот после мини-сета. Возможно, придется ее менять на... На гадюку. Потому что хотим мы проходить всякие бульварги. Хотим мы ломать Doomhammer шаману. В общем, да. Но пока хорошо у меня идет с двумя копиями. Так что, да, я. Ну, вроде, все, что нужно было сказать по деке, я сказал. Так что, погнали смотреть, как она играется на практике. Так, ну и первый соперник друид. Большая вероятность то, что это будет агро-друид. Сейчас, говорю, в мете очень много агро-друидов. Поэтому, как по гайду, свой муж оставляю чисто обжигающий жарыч и все. Остальные карты не оставляю. Ну, неплохая рука. В принципе, гнев против агро-мачапов мы можем отдавать в начале. На какое-нибудь существо, типа его 2-3 хрюкана. Вот. Но, говорю, есть вероятность, что это анакондр-друид. И вот с анакондр-друидом будет тяжковато немножко с такой рукой играть. Но, опять же, не критично. Я думаю. Пустил первый ход, мужчина. Поэтому, нет, атакондр-друид все-таки найс. Все-таки найс, что я так замулиганился, получается. У него слабый, получается, второй ход. Мне пришла... Ну, вот вообще у меня был плей через огнев и билку, да. Но, раз пришла ненасытная жадность, то, как бы, сразу через монету ее и юзаю. Потому что это... Это изи-катка. Опять же, изи в соло карта сделала мне квест на один. Вот. Ну, сейчас главное найти чародея. По идее, все у меня будет найс. Вроде как. Торговка пришла. Sims not bad, наверное. Для начала покопаю в солидаре видения чего-нибудь. Так. Ну, здесь либо ремувал, либо добор. Ну, если честно, добора нормально в руке. Хотя, с другой стороны, ее нет. Надо найти чародея все-таки. Все-таки чародея было бы найти найс. Согласитесь, гайс. Я все вижу. У меня девку. И добираю еще картонку. Чисто с призрачного зрения. Все еще есть неплохие шансы найти чародея, чтобы я это все дело поклирил. Вот. Так же как-то сижу. Ну, нормально. Делаю квест быстро. Такие себе карты, правда, удешевились. Это неприятно. Ну, да ничего страшного. Чародей пришел. Супер, найс. Опять же. Вот. Так что здесь, наверное, отдам вопль с чародеем. Зачистку еще подсейвлю чуть-чуть. Вот. И обилочку в 2-1 на изи. Тупо. Вот. Любой большой таунт я его прохожу через клинки и гнев. Сирокрон. Вообще изи, как бы, прохода. Очка. Обстрелоч. Я вот о нем только и подумал, если честно. Я думаю, блин, как бы пизда-то было, если бы не обстрелоч пришел, чтобы я тут вообще красивый ход сделал. Вот. Гнев юзу слева, чтобы освободить место под призрачное зрение в лодкасте, опять же. Все, изи. Разбираюсь его бортом. На легкий чах. Так сказать. Да. Так. Так, 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 так. Ну, фулборд я тут могу заклирить через зачисточку. У него останется 3 карты. У меня еще одна зачистка есть. В принципе, мне кажется, это reasonable play. Так что, наверное, сделаю. Вообще не хочу давать ему шансов. Там под компосты его все возможные. Поэтому да. Поэтому я. Вот. Квест, говорю, не обязательно делать на этой деке быстро, особенно против агромачапов. У нас вин кондишн здесь не в квесте. Квест нам чисто нужен, чтобы удешевить карты на отбитие, так сказать. Да. Вот, и не зря фулборд подклирил. У него там был арборап. У него там был арборап. Вообще изи. В общем-то говоря. Так, еще зачисточка пришла. Ну, не знаю. Блин, плохой ордер. Квест, конечно. Ну, это все равно фулборд клириум. Ну, мог бы ему еще в лицо пройти. Но, говорю, слушай, с туши 7-3 ему будет сложно разобраться, мне кажется. Поэтому скоро-скоро я, по-моему, увижу консид. Да. Вот изи. Так вот дека и бед, говорю, в принципе, агромачапы. Вполне легко с ними справляться. Просто аккуратненько отдаем потихонечку все зачисточки и хилимся, и живем. Погнали смотреть next, guys. Так, следующий соперничек получается Варвар. Да. Против Варвара, мне кажется, лучше зачистки не оставлять. Он не такой уж и быстрый. Против Варвара надо быстренько сделать квест, поставить Куртруса. Вот, по-моему, против Варвара прям основной вин кондишен наш, это, по сути, Куртрус. Ну, с Варваром, кстати, достаточно тяжело играть. Потому что, если это контроль Варвара, то особо, особо нам, ну так, нелегко добраться до его лица. Говорю, опять же, через бульварк тот же самый. У него очень много армора. Поэтому, вот, бывает тяжеловато против Варваров играть. Не знаю, почему я Вара называю Варваром. Ну, как уж есть. Видимо, по Папичу, так сказать. If you know who is Папич. And if you know English, guys, окей. Ну, рука не самая лучшая в этот раз, конечно. Но дыхабельная вполне. Подышать можно с такой. Придется тут делать первую часть квеста, скорее всего, через акробатику. Вот. Так что, да, я. Ну, да, Рэйч Хаус чисто отдам, чтобы перебрать немного деку. Пришла ненасытная жадность, но, скорее всего, на третий здесь надену клинки. На четвертый за юзу акробатику и за трейшу ненасытную жадность. Чтобы все было изи. Вот. Вот БТВ заряд клинков, кстати говоря, мне кажется, не особо вэлью отдавать вот на такие тушки 2-2, потому что у нас, опять же, есть много ремувалов достаточно. Поэтому я, как обычно, стараюсь все заряды клинков поставлять под гневы, под удары хаоса. Аж и вот, гайз. В принципе, вот с клинков, с лица нашего мы хотим ходить чисто в лицо, да. Такая хуйня. Ну, здесь, наверное, сделаю квест. На разочек. Вот. И даже с гневом можно убить, наверное, 2-4. Вот это вэлью, мне кажется, будет. Потому что, опять же, он еще стакнет 3 армора, если я его не убью сейчас. Поэтому да. Наверное, так сделаю. Вот. А на типа тушки 2-2, вот, отдавать наш, по сути, бурст, это такое себе. Такое себе. Ну, у соперника хороший заход. Опять же, 1-2-3-4. Курва, как бы, нормально. Нормально играет чувак. Чувакер. Так. Здесь можно попытаться сделать квест на 2. Смотрю, что с Ильдарь Ведения для начала придет. Ну, гонец, в принципе, норм. Делаю тут квест, по-моему, на 2. Делаю. Делаю. С другой стороны, охота Глайд сыграть. Как-то Глайд, мне кажется, тут вообще на есть тема будет. Наверное, Обстрел плюс Глайд, потому что у него много карт в руке, есть монета. Так что Обстрел плюс Глайд, мне кажется, выглядит достаточно сочненько. Ну, так все карты пришли, конечно, ненасытная жадность. Такое. Ну, за 4 маны ее могу даже заюзать, по идее, на следующий ход. Я почти 100% сделаю Куртурса, если сделаю такой плей. Вот, лица еще, в принципе, норм. Так что могу особо не бояться там сетапов леталов всяких, всяческих. Ну да, Сиджа плюс... Сиджа плюс ненасытная жадность, это 100% квест. Так что не буду, наверное, рисковать, просто так и сделаю. Вот, на next ход поставлю Куртруса, а дальше как-то посмотрим, будем отбиваться. Но, возможно, Куртрус не выйдет на следующий ход, возможно, это будет чисто зачистка. С Куртрусом немного похолодить можно. Ну, это контрольная версия квест-война. Это не... Так, подождите, возможно, это сетап летало от него. Возможно, мне сейчас надо будет чистить столич. Сейчас посчитаю урон. 8, 9, 12. Ему надо найти один урон. В принципе, он может найти один урон, поэтому тут надо чистить, guys, так скажу. Сто пудово надо чистить. Сто пудово надо чистить стол. Смотрим солидарь и видение, опять же, что придет для начала. Сиджа. Вот, наверное, девку плюс обжигающий жарыч. Ну, добрал я ему карт, но у меня другого тут хода не было, я так скажу, ребята. Ребята, не было другого хода у меня. Вот, возможно, добрал ему мутануца, сейчас может его сыграть Овк. А что делать? Сожрет либо Джейса, либо Куртруса, и я проиграл, получается. Нет, Савурфанк. Так, ну, здесь уже сто пудовчик надо ставить Куртруса и юзать добор, искать чародея какого-нибудь. Обстрелочь, обстрелочь, в принципе, на Савурфанка, так-то норм. Так-то норм звучит идея. Вот, и пройду в лицо, на всякий случай. Чтобы без леталов всяких. А на следующий ход, возможно, убью его с Джейса. Ну, типа, даже если я его не убью с Джейса, у меня еще будет винкондишн в виде Мактеридона, еще плюс чародея, плюс Вопля, да. Так что посмотрим, может, Джейса, и не буду играть на следующий ход, может, просто найду чародея, Мактеридона и Вопль, говорю, зачищу его стол. Попытаюсь пройти в лицо, на изи, буквально. Так, сделал он Рокару, кажись. Да, неприятненько. Но если он поставит Рокару, он, как бы, не спасется от Джейса, моего, потому что бульвар не сможешь надеть. Рокар ему сломает его. Хорошо, вот. Провокация. Чародеич. Чародеич. Тиридоныч пришел. Тут, наверное, Мактеридона поставить все-таки. Я думаю, да, потому что, потому что Джейсон так слабенько заряжен пока что. Добираться тут не хочу. В принципе, добирать с деки вообще нечего. Так что затрейжу, наверное, карту. Вот. И можно по фану ему тут все замешать немного в деку. Чтобы точно без хуйни, так сказать, было. На следующий ход попытаюсь добить Джейсом уже получается. Зря, наверное, печать надел. Ну да похуй. Если ему бульвар, конечно, пришел, сейчас будет неприятненько. Очень неприятненько. Придется еще терпеть один ход. Ну да ничего. Ну, я мисплейнул здесь, потому что надел печать. Овк. Так что, бот, guys. Джейс мне даст очень много урона. В принципе. Если Мактеридон проходит один раз в лицо, это 100% килл. Думаю, вы понимаете, guys. Это, это дело. Но я на нервичах сижу чуть-чуть. Не хочу проигрывать эту игру. Шансы есть. У меня кончились карты. Так. И шо тут? Ну, получается, Чародей, Вопль сюда и Джейс. Как бы, вариантов других на победу нет. И смотрим, хватит ли налетал. Не хватило. Прикиньте, печально. Блять, по-моему, вообще супер мало не хватило налетал. Прямо, прям нереально мало. Ну, возможно, добью еще. Два урона не хватило налетал. Пиздец, обидно. Ну, нашел он ответ на Мактеридона, конечно. Чертила, блять. Скотина. Да. Не получилось эту игру выиграть. К сожалению. Ну, не только ж выигрывать, согласитесь. Хай-легенда все-таки. Так что, так что да. Погнали смотреть next. Следующий соперник. Фьюри Хантер. Он, скорее всего, играет опять на пушко-роге. Черт. Сейчас я с тобой покончу. Ну, кто не знает, Фьюри Хантер это победитель мастер-тура. Вот прошедшего относительно недавно. И он играет, сука, только на Пойзон-роге. Ну, по крайней мере, до мини-сета играл только на Пойзон-роге. Меня это очень сильно бесило. И вот Пойзон-рога это один из неприятнейших матчап-ап против фэл-квест ДХ. Кажись, нет. Кажись, видимо, нет. Откажись, нифига подобного. Зачищу тут его чувака. Чувакера. 2-1. На следующий ход квест плюс Сиджа. Ой, Сиджа, блять, печать. Не знаю, почему я печать называю Сиджо. Я, по-моему, и во время мулигана, когда объяснял, оговорился тоже. Вот. Ну, да ничего. В принципе-то. Ну, хорошо, что он играет на Город-роге. Город-рога это, в принципе, нормальный матчап. Не такой сложный, как Пойзон-рога. Не знаю, вообще, играет ли сейчас Пойзон-рога, но вот в прошлой мете играла нормально так. Я видел, в принципе, рогу через пушки и вот этого нового капитана. Капитана, блять, как его там? Крати капитана Кока, блять. За 6 маны, 6.5 рывок. В принципе, тоже выглядит достаточно интересненько дека. Но ХЗ мощная ли она? Попытаюсь сделать квест. Не факт, что получится. Получилось. Найс. В принципе, получилось, в принципе, найс. Вот, ну, вообще, надо бы наролить себе Глайдец по Фастику. Либо Мактеридона. Под Мактеридона вообще все есть. Уже и Чародей, и Вопль за 0. Мактеридон тут может встать на 5-й ход. Вообще, изи. Это не я! Это рука лучшую настоящей! Так, ну, монету, кажется, надо отдавать, чтобы сделать квест-тец. Ну, и не спалить себе карту, понятное дело. Так, наверное, зачищу этот шхит и надену клинки. Вот. Если жестко доберется, то надо ролить Глайд, Солидарь видения, либо стоп-дека. Посмотрим. Чё-то, ненасытная жадность. Байт такой, достаточно серьезный. Ладно, посмотрим, чё с Адар Хаус придет. Чародей, чё-один. Ну, тут, наверное, подразумно его лицо чуть-чуть, чтобы он немного боялся. Вот, ну и сетаплю Джейсон. Заодно, как бы, да? У него совсем плохая рука, без связных. Наверное, уже должен был найти связного. Хорошо добрался. Говорю, прекрасное, возможно, сейчас будет заюзать Глайд. Сиджу не хочу сейчас юзать, потому что много карт в руке. И так, до конца поюзал. Наверное, такой плейдж тут, по идее, правильный. Говорю, протапливать лицо и с клинков чисто вот так вот побьюсь и надену новое. У него ни АСМИ бот, ни связного еще не было. Поэтому... Поэтому нормас сижу. Вроде бы как. Препа, шрауд. Шрауд. Вот, ну, сколько мне урона уже даст Джейс? Получается... 4... 3... 7, получается. Так, у него дек это подходит к концу, потихонечку, помаленечку. Связного шадоу степ. Но вот сейчас мне нужно найти Глайд, блин, кровь из носу, я думаю. Потому что он меня может убить, блин, просто на next ход, если я не найду. Вот, изи, в принципе, изи нашел. Как бы всегда в Элю замешивает связного с шадоу степа. Думаю, вы сами понимаете, почему, гайз. Отдам тут Дархаус, потому что куда-то надо потратить ману. Anyway. Отдам тут Дархаус. Ну, он хорошо играет, прям качественно. Видно, чувствует деку, мужчина. Кто спорит, кто спорит с игрой-то его такой жесткой? Фьюри Хантеру как бы грех не проебать, как говорится, правильно, гайз? Как здесь тихо. Даже слишком... Не знаю, мне кажется, у него есть шанс убить меня на next ход. Мне тут как бы только Куртуса ставить и ходить в лицо, я не знаю, я просто других плейев не вижу, гайз. Честное слово вам говорю. Надеюсь, просто, что не убьет. Но вообще есть все шансы. Что эффективно, то неэффективно. Мое молчание не бесплатно. Запускаю перекуску. Как здесь тихо. Даже слишком тихо. Что эффективно, то неэффективно. Мое молчание не бесплатно. Запускаю перекуску. Привет, двойщики. Не знаю, может, надо было искать глайд, конечно, я хуй его знает. Но, блядь, шансы такие небольшие были его найти с акробатики, мне кажется. Тихо. Это я! Я рублей, dropped by губы! Заебись, он меня не убил Просто супер найс Выебал чувака, просто разъебал Парни, вы не представляете, какие у меня сейчас эмоции Охуевшие эмоции Погнали смотреть next Ну и Следующий соперник, опять же Рога Надеюсь, это не поезд Рога, опять же Горота Рога, но говорю, с Горота Рогами Гайс тоже непростой матчап Прям очень непростой Особенно если на них играет Опытный игрок Не знаю, обжигающий жар Кстати, можно оставлять, мне кажется Против Роги Но лучше, конечно, найти себе Глайдец, чтобы по кайфу все было Правильно ведь? Так-то Вот Ну, это квест Рога С квест Рогой, кстати, более-менее простенько, по-моему, играть Не самый сложный матчап Точно попроще, чем Горота Рога И уж точно попроще, чем Пойзон Рога Да, потому что, опять же Ремувлов на столы у нас достаточно Лейт как бы за нами Есть Мактеридон, с которым вообще Роги тяжело А хотя, ну, квест Роги, кстати, с Мактеридоном Не так уж сложно справиться В любом случае, как бы Мактеридон Это клир любого борта Вообще, абсолютно Ой, еще и ненасытная жадность пришла Супер найс Могу сделать квест тут за счет нее Тупо добрать себе кучу карт Абсолютную Абсолютную кучу абсолютных карт Так сказать Ну, вот вы сами видите Как роляет эта карта Говорю, очень сильно не хватало До мини-сета Квеста Филдх Именно вот такого добора Просто разу Мощного Который поможет сделать квест И вот сейчас он как бы есть Так что вот, guys Драгонстар, я, кстати, не знаю Не уверен, что это какой-то проигрок Че-то типа того Но че-то ник знакомый Чуть-чуть Чуть-чуть знакомый Не знаю Мне, знаете, че кажется Мне кажется, надо побиться В агентыч Отдать зачистку за один И надеть клинки На следующий ход За стапить гнев плюс глайд По-моему, норм звучит идея Как-то так Надеюсь, доберется, конечно Но если не доберется На свою руку В любом случае Могу глайдич заюзать Особо не страшно Похуй на его разведа бота Если честно Теридон у меня дал Ну тут гнев плюс глайд Как бы Других ладов Не вижу особо Можно еще гнев В принципе отдать От неофитки Отыграть какой-нибудь, да? Больше прохилиться На следующий ход Сто процентов делаю квест Вот Посмотрим Не знаю Может, гнев, конечно Было опрометчивым решением Здесь отдавать Не факт Но не факт Как говорится, да? Шутл степ Мне надо решиться Глайд Он мне подарил глайд Но мне кажется Тут надо юзать глайд Типа, че нет-то? Доберу себе кучу карт Сделаю Куртруса Не знаю Такое себе решение Мне кажется От него Дарить мне глайд На следующий ход Могу зачистку Плюс Куртруса Сыграть У него вроде Единственное, чем Он может сделать Как поставить капса На этот ход Это дать Ремувал Своего разведа Бота По-моему Больше никак не может Вот Капитан Каюк Точно Вспомнил Как его зовут Не думаю, что он меня убьет Гайз Здесь Так что Игра улынова У него пиратов нету По сути Кроме этого капитана Каюка Ебучего У меня два вопля лежит С акробатики Доберу 100% Кучу карт Как-то отхилюсь Надеюсь Один шаттл степ Он уже отдавал И с капсула На этот ход Не ставит Ну Мактеридон Меня тут вообще Мактеридон Меня тут вообще Супер засейвит Я бы хотел сказать Надо вопль найти Единственное, что Не нашел Прикиньте Вопля ГГ Кажись ГГ Ой, блядь Надо юзать Эту карту Я думаю Нашел вопль Но не нашел Других карт К сожалению Блин Че Я проиграл Что ли Ну тут Хилиюсь Конечно Нихуево Так Печально Что Мактеридон Не смог Поставить На этот ход Но на следующий Поставлю Вообще На следующий Ход Я его Возможно Убью Но Меня не должен Убивать Но только Разве что У него Шестерка Конечно В руке От нее Это уже Никак Не отыграть Да Издец Блядь Ну не пришел Чародей Ебучий Мне Не встал Мактеридон К сожалению Вот Ну да ничего Ладно Нормальные В принципе Были игры 50-50 Сыграл Пойдет Вот Так что Гайс Спасибо что Посмотрели Мне кажется Достаточно Показательные Были игры Говорю Ну в топ 10 Каждую первую Игру Сложно выиграть В любом случае Вот Так что Если понравилась Дека Если понравился Видик Если понравился Я Ставь лайк Если ничего не понравилось Ставь дизлайк Но конечно же Не надо Нахуй она тебе надо Согласись Вот И подписывайся на канал Буду очень рад Заходи на стримы Играю на этой деке Играю на множестве Других дек Но чаще всего Сейчас на этой играю Так что Вот И подписывайся на твич Конечно же Твич будет в описании Вот Так что Давайте пока Гайс Удачи в Хейссе И там Во всей жизни И РЛ И так далее Вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok